Всем привет, друзья, с вами Бурбон. Вы увидели это довольно-таки громкое название, и нужно его как-то оправдывать, поэтому давайте к ролику. Сегодня поговорим про новое обновление, и это будет не единственный ролик про него. Поэтому, ввода победителя, они получают по 100 рублей. Если ты хочешь так же, то просто подпишись на канал, напиши на любой комментарий и поставь ролику лайк. И то, где будут в следующем ролике, где я выберу так же два случайных победителя. И поехали к обнове. Если ты хочешь провести летние вечера с уютными стримами, то для тебя есть канал DarkSeries. Это адекватный автор, отличный звук, общение с чатом и, конечно же, игры. Сейчас он начал стримить GTA 5 RP, где взаимодействует с модом и другими игроками. Помимо этого, он стримит и другие игры. Ссылка на канал есть в описании. Вот сколько ты на это зарабатываешь? Да вообще копейки, слушай, заказ, может, 350 максимально у меня был. Максимально, а там минимально. Опа! Если так подумать, то, наверное, это самое страданческое обновление, которое только было добавлено на Даймонде. Возможно, я забыл сейчас про что-то и вы поправите меня в комменты, но, по-моему, такого еще никогда не было. И действительно, многие люди стали бугуртить, возмущаться тому, что обнову переносили, что как бы там все плохо и так далее. Давайте сегодня во всем по порядку. Во-первых, хотелось бы сказать, что на канале не было видосов где-то 4 дня, потому что я готовился к ЕГЭ, и я его, собственно, сдал. Вроде как даже неплохо, но результатов еще я не знаю. Поэтому сейчас у меня есть довольно-таки много свободного времени, и я хочу в ближайшие несколько дней выпускать ролики каждый день. Поэтому от вас мне нужна именно взаимоотдача, то есть лайки и комменты. Поэтому прямо сейчас поставь лайк, если ты ждешь больше роликов и будет больше роликов, действительно. И напиши комментарий, что вообще думаешь. Мне кажется, что здесь вина не самого обновления, а скорее отношение людей к этому обновления. Так как, чем Даймонд отличается от других проектов? Он очень много рассказывает о дальнейших обновах. То есть он сначала говорит, типа, да, мы как-нибудь сделаем это. И когда человек понимает, хм, да, проект сказал, что они сделают это. И он уже думает, что это, типа, там завтра будет, либо на днях. Оказывается, что там через месяц, два, три, а то и через год. То есть просто у проекта есть такое в планах. А игрок уже начинает считать, что это прямо вот скоро уже будет. И из-за этого происходит такой вот небольшой диссонанс, где игрок ожидает обновы, а ее нет. А если бы проект не сообщал про то, что обнова там такая, это будет такого-то числа, а просто занимался бы разработкой и выпускал обновы по мере их выхода, то все такие, да, окей, вышло обнова, хорошо, посмотрим. И то есть это было бы, знаешь, непредсказуемо, что не так вот все ждали обнову на протяжении огромного количества времени. А типа, бам, взяла она и вышла. И мне кажется, что тогда отношение было бы немного другим. Поэтому, если вдруг в проекту интересно мнение одного из ютуберов, мне кажется, что нужно перестать анонсировать различные обновы. То есть не сообщать ни ютуберам, ни каким-то пабликам, ни на форуме, что там вот это будет изменено. Потому что могу хоть сейчас привести пример. И я точно не помню, где, но была такая информация, что обещали изменить работу разводчика товаров до лета. И, казалось бы, уже 18 число, а работа не изменена. И из-за этого проект сначала сам сообщает, он хочет действительно как лучше, чтобы игроки реально знали, чего ждать, когда это примерно выйдет и так далее. Но поскольку проектом занимается всего лишь несколько человек, и не какая-то огромная команда, то понятное дело, что может все пойти по одному, отчасти приятному месту, но с другой стороны, вот знаете, такому вот... Впрочем, неважно. И поэтому лично мое мнение, почему все начали хейтить это обновление. От того, что разработчики сами дофига всего сначала пообещали, то есть и некоторые ютуберы рассказали. Я тоже рассказывал про то, что это будет. Потому что, опять же, поскольку информация есть, почему бы с ней не поделиться. А если бы данной информации не было, то и делиться бы не пришлось. И тогда вот представьте, что вы бы не знали, просто Даймот написал, что, типа, делаем глобальное обновление, ожидайте. И все. И потом, потом без анонсов, без даже тех постов в группе, где сначала, я понимаю, что у проекта могут быть свои какие-то проблемы, либо форс-мажоры, но где вечером тебе пишут про то, что вот, заканчиваем монтажик, и уже выкладываем все. А потом, как бы, человек-то, наверное, ждет. Я тоже ждал, сидел в своей страничке, ожидал, как бы, и вижу, что нет никаких новостей. И только на следующий день это было добавлено. И мне кажется, что именно из-за этого игроки начинают бугуртить. И, понятное дело, что я не думаю, что это название прям кликбейт. Скорее, вот знаешь, мысли некоторых игроков, что это обновление убило Даймонд. Нет, обновление, я прочитал, оно довольно-таки годное. Оно большое, и мы посмотрим на него с разных ракурсов. Все в один ролик я вставлять не буду, мы рассмотрим каждые пунктики по деталям. Поэтому ожидайте. И поэтому мне кажется, что в самом обновлении нет ничего плохого. Скорее, важно то, как это обновление было игрокам преподнесено. То есть, типа, вы ждете, вы ждете, а мы это делаем. А если никто бы не ждал, это выпустим такой, вау, да, круто. Но это лично мои мысли. Поэтому, если подводить эту мысль окончательно, то мне кажется, что проекту не стоит давать обещания, или не то, что обещания, а просто говорить, что мы сделаем это, мы сделаем то-то и так далее. А просто молча делать, и когда уже все готово, выкладывать. Чтобы игроки видели результат, а не просто вот эти вот обещания. Это мои личные мысли. Также давайте уже переходить к обзору обновлений. Поскольку сегодня, 19-го числа, обновление было добавлено только на триллик. Это сделано для того, чтобы проверить, если нормально оно будет работать. И если что, уж лучше чинить один сервер, чем все сервера Даймонда, понимаете? Поэтому давайте я начну читать некоторые моменты из обновления, и будем с вами их разбирать. В этом огромном обновлении была изменена Министерство здравоохранения, был добавлен визовый центр, был добавлен пабк, изменен хом репайр, был добавлен лаунчер. К этому всему огромный пункт маленьких изменений, и к этому всему квесты. Квесты даже не один, не два, а целых семь, которые 20 июня будут стартовать. И это реально охренеть. Мне кажется, что здесь контента очень много. Я предлагаю пройтись по мелким пунктам и рассказать, что было изменено, также выразить некоторые мысли. И, конечно же, что касается промокодика... Как не сказать запросовый промокодик в ролике? Если ты еще не начинал играть на Даймонде, я сейчас на Тринеке просто из того, что есть одного было добавлено. Хотя играю я на Эмбери, и промокодик тебя ждет мой там. Если ты введешь его при регистрации, получишь третий левел и пройдешь начальный квест, это довольно-таки важно, то лично от себя я переведу тебе 100 тысяч баксов. Также ты получишь пешки за квест. Поэтому обязательно вводи промокод, регистрируйся, проходи квест, и давайте уже к небольшим изменениям, которые были добавлены. В команде Fint всех фракций теперь показывают, есть у игрока банчат или нет. Это неплохое изменение. Хотя это не совсем роллблей ситуация, но это сделано именно для помощи людей, которые играют во фракциях, и понятное дело, что неприятно. Ты получил мут, даже не можешь ответить, скажем, что я еду. А тебя ждут выговор за игнор, хотя даже сделать ничего не мог. Гонка лоурайдеров перенесена на пляж, а также победитель получает дополнительные 10 тысяч баксов. Если вы спросите, что за гонка лоурайдеров, расскажу. Вот ролик. Я делал обзор на квест банды, и там были в том числе лоурайдеры. На самом деле, по-моему, это немножко бесполезненько, потому что на практике я знаю, что эта функция не пользуется большим спросом. Мне кажется, что облегчить ее можно было бы, если не нужно было бы иметь свой транспорт с гидравликой, а именно просто девятка либо лидер начинает это мероприятие, ты приходишь, и тебе дается машина, и ты, скажем, там стоишь небольшую ставку. Ты на этой машине уже выполняешь различные трюки, после чего появляется победитель. Потому что без этого мало у кого есть машины лоурайдерские с гидравликой, чтобы участвовать в этих гонках. Поэтому мне кажется, что это тоже было бы такое облегчение, но оно позволило большему количеству людей участвовать в данном мероприятии. Мафии получили по вертолету, и это неплохо. На АЗС добавлены работники. Я думаю, что все владельцы АЗС, они сказали, да, спасибо большое. Сейчас реально интересная функция, хотя и довольно-таки банальная. Добавлено предупреждение о малом количестве бензина. Кто следит за стримами, он знает, что когда я начинаю заговариваться, я не особо обращаю внимание на количество литров, и получается часто такое, что я еду-еду и вам останавливаюсь, а в чат я хотя бы немного, но поглядываю. Поэтому это не то, что дико важное, но все же и человеку будет приятно узнать. Также добавлю новый тип часов, который можно оставлять на экране. Давай меньше слов, больше делай, и посмотрим, как это будет выглядеть. Кстати, что касается 24 на 7, тут изменение интерьера, он стал довольно-таки большой. Ага, есть часы скрин, 2400 баксов они стоят. Вау, чуваки, вы видите? Фига себе, извинено? Реально? Подожди, это уж... Вы видите, вот это вот небольшое, то есть показано время и дата. Мне это нравится, я просто сначала думал, да, и у нас просто показано время. Я сначала думал, что речь пойдет про вот этот огромный текст. Давайте посмотрим, тут же, наверное, обычные часы, они такими же остались, то есть тайм-время. Да, я думал, что просто это огромная рамка, она будет здесь всегда. Это пока что одно из самых годных изменений, которое было добавлено. То есть это маленькие часы, которые можно просто поставить, и они особо не мешают, и ты видишь время. И то есть даже та команда таймстамп, которая системно показывает время, ее можно выключить, потому что она особо не нужна, и помимо этого ты видишь дату. И, кстати, это обновление должно облегчить работу различным фракциям, потому что, по идее, не нужно таймить все. То есть, если у тебя есть эта рамка, то можно просто скринить, и у тебя уже тайм имеется. Я надеюсь, что это так будет работать, и это реально круто, как мне кажется. Для владельцев отелей добавлена возможность управления через бизнес. И тут один вопрос, на самом деле. Почему только сейчас? Это, конечно, круто, и уж лучше поздно, чем никогда. Это действительно то, что нужно было добавить давно. Было добавлено два новых транспорта в автосалон. Это Moonbeam и очень похожий Burita. На самом деле, не думаю, что они будут пользоваться большим спросом, но почему бы и нет? Если есть возможность добавить, то окей. Но зато, если у кого-то появится желание их приобрести, то такая возможность будет. К тому же, если какой-нибудь Burita затюнить на Full PT, то мне кажется, что он может отдавать неплохие результаты. А знаете, о чем я подумал? Давайте от теории перейдем к практике. Покупаем номер в отеле, покупаем Burita и едем в тюнинг-центр. Кстати, она и без тюнинга едет довольно-таки быстро. 109 километров. Понятное дело, что это не огонь, но, по-моему, это достойно. Как вы видите, все протюнино, и, по идее, теперь ее можно испытать. Поэтому, выходим. Кстати, потратил я на тюнинг около, наверное, 1500, то есть не так много. Врубаем спорт и погнали. Так, чуваки, на самом деле, ненамного стало быстрее, но, посмотрите, казалось бы, Burita, это фургончик, который должен повестись. Он выдает себе хорошую скорость вполне, и управление он тоже вполне себе сносный. Недавно я обозревал мотосалон, от него добавлены плюшки, то есть аренда в два раза больше. Теперь с этой стороны тоже можно взять байки. И плюс к этому был довольный транспорт. Кстати, мне казалось, что он до этого тоже есть в мотосалоне, но нет, это BF400. Вот так вот он выглядит, и он очень похож на PSG600, то есть сравните вот это и вот это. Но окей, поскольку его добавили, хуже никому не будет. Владельцам СТО, таксопарков и транспортных компаний была добавлена возможность удавать игрокам премии из кассы бизнеса. И, на самом деле, это, конечно, прикольно, но, вряд ли, это будет пользоваться большим спросом. Конечно, если автоматически можно поставить, что каждый день в определенный промежуток человеку, который больше всех заработал за сутки, выдается какая-то премия. Тогда это было бы просто отлично, так как все бы люди знали, что их не обмануться, и премию ты получишь. И поэтому и финка должна была быть больше. Теперь можно привязать электронную почту после регистрации, и если она еще не подтверждена, то можно ввести новую. В разделе «Безопасность» появляется подтверждение e-mail почты, не буду я палить, но действительно можно подтвердить или ввести новую, если она не подтверждена. Но, возможно, у этого может быть побольше эффект, потому что этим могут пользоваться злоумышленники. Поэтому лучше проверьте, подтверждена ли у вас почты или нет, и если нет, то подтвердите. Добавлена возможность класть свои семейные очки насчет своей семьи. Мне кажется, что это, конечно, прикольно, но функция будет мало востребована, потому что все хотят брать из фамы очки, а не класть их туда. Теперь игрок будет знать, кто его убил. И это максимально круто, потому что жалобы теперь видеть на различных дурачков, которые делают тебе жизнь хуже, намного легче. Потому что если есть информация, кто тебя убил, и у тебя был фраб с момента убийства, то тебе не нужно вспоминать его ID и так далее, потому что ты, наверное, видишь его никнейм. И ты просто, опять же, вводишь ID, его проверяешь, и все. Мне кажется, он легче, потому что ты сам будешь знать. В GPS к криминальным структурам были добавлены соревнования лоурайдеров, дуэли, большой шона и остальные квесты, которые можно взять. Также появилась возможность респавна своего вертолета. Я, правда, не знал, что до этого ее не было. Но теперь, как нам сообщаются, можно доставить свой воздушный транспорт в аэропорт. Окей, но опять же, то, что нужно было сделать. Добавлено подтверждение смены названия семьи. То есть, как я понимаю, администраторы должны проверять, чтобы не было НРП фам. На самом деле, спорная тема, и поскольку многие фамы, они едаются НРП, скажем так, НРП процесс никак не влияет. Но какая разница, если будет название какое-то прям совсем глупое. Хотя, понятное дело, если будет какое-то оскорбление, то, наверное, да, можно забанить. Например, если назвать там бурбон на сосечные названия фамы, то мне кажется, что можно отнять эту фаму. Статистику добавлены были семейные очки. Теперь победители пинтбола разделят между собой дополнительные 20. Награда была увеличена, чтобы игроков появилось больше стимула играть, и награда была чуть больше. В принципе, плохого там ничего нет. Семейные очки теперь можно продавать. И также, что довольно-таки интересно, топ-семьи по заработанным очкам в неделю получают по 500, 400, 300, 200 и 100 очков соответственно. И мне кажется, что это довольно-таки годно, но та семья, которая сейчас находится на первом месте, она постоянно будет находиться на первом месте, потому что 500 очков от фамы реально очень много. Ну, как мне кажется, в неделю просто то, что на первом месте. И получается, каждую неделю будет приобретаться 500 очков, и вряд ли никто его сможет догнать. На вокзале теперь появилось окно вызова такси помощи. То есть мы нажимаем, а то там прилагают все эти службы, мы можем вызвать такси. Это просто облегчит игру новичкам. И теперь самое главное, увеличенные ограничения на продажу авто, максимальная цена 50 миллионов, домов, максимальная цена 200 миллионов и бизнесов, максимальная цена 800 миллионов. Кто-то скажет, что это убьет экономику, на самом деле нет. Это просто, скажем так, легализует то, что люди делали и так, потому что до этого огран был 80 миллионов. И ты при любом желании многие бизнесы топовые за эти деньги не купишь. Теперь же вполне легально можно покупать любые бизнесы. К тому же, я не думаю, что в ближайшее время бизнесы будут стоить по 800 кака, потому что их никто не купит, потому что мало у кого есть такие деньги. Поэтому теперь вот название роликов, которые там назывались, там, бизнес там за 200 какая и так далее, это их настоящая цена. И теперь их можно купить за это вполне легально. И это довольно-таки клёво, потому что это нужно, так как без этого никуда, инфляция, пацаны. И в конце, на самом деле, не очень приятная вещь написана. Также хотим отметить, что это наш первый опыт в работе с таким большим обновлением. Мы учли все нюансы, в дальнейшем наша работа только ускорится и улучшится. И поскольку данное обновление называется версия 1.0, и проект хочет делать такие глобальные обновления чаще. Но мне кажется, что это того не стоит, потому что, да, это клёво. Вот реально я прочитал пункты. Есть некоторые вещи, которые просто нужно было сделать, и они были сделаны, окей. Есть некоторые вещи, которые, ну, они, знаешь, неплохие, нехорошие. Они просто есть, и пусть будут. И есть действительно годные, например, часы, например, зарплата в пиндболе, например, повышение стоимости бизнесов, домов и машин. Это действительно годно. И прикол в том, что, мне кажется, это очень долго. Мне кажется, что легче делать обновы так же, как это было раньше, то есть там раз в две недели, раз в месяц. Где реальные игроки видят, что добавляется что-то новое. И они тестят всё постепенно. А не так, что сразу залили огромную кучу. Это, конечно, клёво. Ну, блин, я уже, по-моему, и так всё рассказал. Поэтому, друзья, такой получился пункт маленьких изменений, которые были добавлены. Также будут ролики про всё, что вышло в обнове просто со временем. И делать всё это в одном ролике просто не имеет большого смысла. И вам тоже надоест смотреть, да и мне, в принципе, много работы, если можно разбить на несколько частей. Поэтому большое спасибо, друзья, за просмотр. Если вам ролик понравился, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пишите, что думаете насчёт данного обновления в комменты. С вами был Бурбон. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok